Парковка автомобилей Парковка автомобилей Парковка автомобиль Парковка автомобилей в этом гарнизоне. Потому что у нас действительно подъехать некуда. Особенно летом. Спасибо. Дорога центральная, которая освещена у нас от КПП в сторону воинской части. Там в основном военные едут. И стоят, паркуются машины военные. Но она в таком состоянии уже разбитая за эти три года, что там скоро ездить нельзя будет. Да, и уже ходить нельзя людям. Вот говорят. Поэтому вот два вопроса. Парковки посмотреть, оценить ситуацию, где можно сделать. Вот даже, смотрите, вот пятачок стоит. Почему здесь не расширить, чтобы машины стояли. Уже 15 машин бы здесь встали. Понимаете? Вот вопрос. Можно это организовать, сделать? Я понимаю, не одного дня этот вопрос. Это вопрос определенной финансирования и так далее. Но это направление. Можно двигаться, нет? Мы будем стараться в этом направлении. Вот смотрите, это проблема всего города. Вот вы сейчас знаете. Город старался в районном населении. Сейчас у него в десятки раз больше. Раньше у людей не было машин. Сейчас некоторые сели по две, по три машины. И куда-то их вырастали. То, что город не приспособлен, то, что нету перехватывающих парковок, то, что нету парковок, это глупость и суразность. Я согласен. Если люди видят, то необходимо перехватывающие парковки, новые места для стоянок. Уважаемые друзья, у нас сегодня на канале домашнего телевидения Бельбека встреча председателя ветеранской организации с представителями... Сейчас я с вами представлюсь, я не буду говорить, чтобы не ошибиться правильно. ...департаменты городского хозяйства и территориального развития. Ну, этого товарища мы уже знаем, виделись, да? А представьте, пожалуйста. Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Мудревский Вадим Юзефович. Вот наш, так сказать, вид сверху с квадрокоптера наш городок. Сейчас будет несколько фотографий, посмотрите их возле каждого своего дома. Ну, вот Вадим Юзефович мне посоветовал, как поступить, чтобы в следующем году выделили финансирование на создание перехватывающих парковок. Они не могут называться стоянкой и парковкой, потому что они находятся не на преддумовой территории, как бы перехватывающей парковки. Но для этого нужно собрать подписи, чем больше, тем лучше, со всего авиагородка, с каждого дома собрать. И эти подписи одним, так сказать, пакетом передать в их структуру. И вполне возможно, что в следующем году будут выделены деньги для того, чтобы здесь что-то сделать. Ну, самое главное, что здесь беспокоит нас, сами знаете, что не может подъехать ни пожарная машина, не скорая помощь, когда нужно к нужному дому или подъезду, особенно пожарная машина. В этом году мы убедились, когда у нас горела, так сказать, посадка, лесопосадка там в нашем парке. Ну, вот такая ситуация. И после этого я вам покажу, значит, примерно, как у нас будет выглядеть мое предложение. И оно, конечно, не является догмой. Можно обсудить и можно что-то дорисовать по-другому. Но, в принципе, вот такое явление нужно сделать. Нужна инициативная группа, которая будет по каждому дому с этой фотографии ходить, собирать подписи, что вот мы хотим сделать так. Ну, а пока сейчас покажу вам еще один маленький момент, где каждый дом имеет придомовую территорию. Я зашел в кадастровую карту, посмотрел каждого дома придомовую территорию. Там организовать парковки для придомовой территории намного сложнее. Вот, смотрите, примерно так. Вот Федоровская, 55, это там же дом. У нас придомовая территория уходит в сторону дороги, Федоровской улицы. А от нашей дорожки, которая вот здесь перед нами, перед домом, где парадная, там практически придомовой территории нет. И также следующий дом берем, вот, 57 дом. В 57 доме такая история, видите? Все в сторону забора. То есть дорожка уйдет вне придомовой территории, перед домом которая. Также 59 дом. Потом 53 дом, такая же история. И 53 дом тоже получается за домом земля. Не там, где парадные. И у 51 дома также за домом земля, а не перед домом. Это придомовая территория, на которой можно организовать парковки. Там длинная процедура. В конце этого ролика будете видеть эту процедуру. Вот дом Федоровская, 47. Тоже видите, в сторону дороги. Но никак не в сторону подъездов и в сторону там, где машины стоят. То есть там, где я предлагаю организовать парковки, не связано ничего с придомовой территорией. Эта территория городская. И они вправе сами спланировать и потратить туда деньги, сделать так называемые перехватывающие парковки. Вот вкратце весь сюжет. Ну еще Федоровская, 49, сейчас покажу. Тоже такая же картина, видите. Придомовая территория в сторону дороги, а не в сторону двора. Придомовая территория. Ну и вот мое предложение. Видите, сквозной проезд мимо озера и спортивной площадки. Любая машина и пожарная скорая пройдет. Ну и парковки возле каждых домов. Я примерно набросал, как может быть. Но может быть и не так. Давайте обсуждать. Жду звонков и инициативной группы по каждому дому. На этом все. А вот такие заморочки ждут тех инициативных, которые будут делать парковки или какие-то другие действия на придомовой территории. То, что вы сейчас видели, предыдущий рисунок, фотографию с планом парковок и дороги. Ни в одном месте не задействована придомовая территория. Вся территория принадлежит городу. Поэтому вот считайте внимательно, что нужно сделать, если организовать парковку на придомовой территории. Ждем звонков.